Привет, уважаемые зрители моего канала! Почему солдаты СС так вояли советского плена и всеми методами избегали его? Сейчас расскажу. ССовцы подчинялись лично Гитлеру и рейсфюреру СС Гиммлеру. Во времена Второй мировой войны в ведении СС были концентрационные лагеря. Казалось, на милость плену рассчитывать таким людям не приходилось, однако советские власти решили использовать бывших ССовцев в своих целях. Зверский фашизм. Гитлер обосновал ведение войск СС в 1940 году тем, что великому германскому государству нужно было представлять и поддерживать утренний авторитет рейха. Делалось это крайне жестокими методами. К населению оккупированных территорий члены формирования относились по-зверски, никого не щадили, одинаково беспощадно относились как к мужчинам, так и к женщинам. Пленных они уверяли, что жестокость это высшие качества солдата. ССовцы говорили, Гитлер поставил перед германской армией задачу истребить все славянские народы и подчинить Германии весь мир. Немецкие преступники, казалось, чувствовали себя благородными педагогами, активно учили пленных усмирению и подавлению непокорных жителей, хвастались количеством загубленных душ собственными руками. Фашистские звери, так и называл их один из красноармейцев. Многие из ССовцев попали в плен красноармейцам в 1944 году. Гиммлер спешно сформировал ССовские дивизии и отправил их на Восточный фронт. Военный деятель совершил ошибку, желая продемонстрировать мощь Тевтонов перед Гитлером. Людям в черной униформе приходилось искать лазейки, чтобы обеспечить себе безопасность. «Мы были одержимы лишь одной мыслью не попасть в плен», рассказывал после войны участник операции на Восточном фронте. Поддерживает эти слова и Эдуард Янкер, солдат 2-й танковой дивизии СС Дос Рейх. «Мы отмечали тот факт, и особенно это касалось нас, ССовцев, что красноармейцы не будут никого брать в плен. Они поставили бы нас к стенке, и поэтому мы сражались до последней пули. Бояли жестокости красноармейцев не только немцы, но и голландцы. Они верили рассказам о зверствах советских солдат, и даже не надеялись остаться в живых после попадания к врагам. ССовцы нередко договаривались помогать друг другу, после того, как сослуживец оказывался лежать на полу раненым, и застреливали его, дабы не попасть в плен красноармейцам». Немецкий летчик АС Эрик Хартман, оказавшись в советском плену, «С удивлением вспоминал, лагерь находился под управлением русской секретной полиции. Ей помогают немецкие предатели, они называют себя Антифа. При пристальном рассмотрении они оказываются бывшими врачами СС. Совсем недавно зверски каравшие мирное население». Немецкий летчик АС Эрик Хартман, оказавшись в советском плену, «С удивлением вспоминал, лагерь находится под управлением русской секретной полиции. Ей помогают немецкие предатели, они называют себя Антифа. При пристальном рассмотрении они оказываются бывшими врачами СС. Совсем недавно зверски каравшие мирное население ССовцы перешли на сторону врага, чтобы спасти себя от расправы. В плену членов военных формирований допрашивали. Фанатиков же гитлеровского режима уничтожали или отправляли на рудники. Те, кто не жаждал медленно прогибать на горно-промышленном предприятии, были вынуждены соглашаться на сотрудничество с Советским Союзом. Многие головорезы, решившись на перепрограммирование, из плена отправлялись на учебу в антифашистскую школу в городе Красногорск. Учебное заведение готовило сотрудников разведки, контр-шпионажа и будущих стражей для порядка для советского сектора Германии. Позже он сформировался в ГДР. Возглавил школу коммунист Вильгельм Цайсер, родившийся в Германии. Будущий министр государственной безопасности ГДР считал, что эсэсовцев нужно обработать и отправить в разведывательные и карательные органы. В июне 1945 года в сектор были отправлены сначала 300, а потом еще 1000 человек. Цайсер, заняв место шефа Восточно-германского министерства безопасности, взял на работу, представляете ли, двух бывших эсэсовцев.